Конкурс «Учитель года» – это проводимые ежегодные мероприятия, в котором принимают участие лучшие преподаватели нашего района. Победа в конкурсе повышает статус не только самого педагога, но и учебного заведения, в котором он работает. Ведь получение заветного звания означает признание заслуг учителя, степень его мастерства и, несомненно, педагогического опыта. Опыт учителя истории и общества знания Татьяны Фоменко говорит сам за себя. За плечами у нее приличный стаж педагогической деятельности. В этом году Татьяна впервые будет принимать участие в конкурсе «Учитель года» и будет представлять свою родную школу поселка Майский. Приближается конкурс «Учитель 2017 года», и я впервые принимаю в этом конкурсе участие. Конечно, у каждого человека в жизни бывает такой момент, когда он достигает определенных каких-то вершин, определенных каких-то успехов. И поэтому ему уже тесно становится в рамках какого-то определенного пространства, и хочется выйти на более высокий уровень и показать свою компетентность, свой опыт работы, показать, поделиться с кем-то и получить, может быть, где-то новые знания. Поэтому я решила в этом году принять участие в конкурсе «Учитель года 2017». Татьяна Михайловна очень легко ладит с учениками, старается привить любовь к своему предмету. Подготовка проходит очень активно. Я знакомлюсь с опытом работы учителей, которые принимали участие в прошлых конкурсах. Активно читаю методическую литературу, повторяю, вернее, освежаю в памяти нормативные документы и штудирую просторы интернета. А также мы со своими коллегами моей школы активно участвуем в обсуждении всех конкурсных этапов. Они мне где-то помогают, что-то мне советуют. У меня очень хорошие отношения с моими учениками. У меня с ними налажено взаимопонимание. Это, конечно, мне не мешает принимать участие в конкурсе, а наоборот помогает. Где-то меня стимулирует. Я беру какие-то непосредственно на вооружение элементы урока и других непосредственно материалов, в которых я буду принимать участие. Как и все участники этого конкурса, Татьяна Фоменко надеется и стремится к победе. Хочет сделать для себя новые открытия. Пожелаем ей удачи. Планы, конечно, у меня, значит, может быть, где-то амбициозные. Хочется показать все свои знания, весь свой опыт непосредственно. И одновременно поучиться у моих молодых коллег, потому что на конкурсе «Учитель года» будет очень много молодых учителей. Я там практически, так скажем, одна из самых таких возрастей. Поэтому, конечно, хотелось бы посмотреть, поучаствовать, как это все будет, на каком уровне это все будет проведено. Хотелось бы пожелать удачи моим соперникам. Ну и в то же время, надеюсь, занять хотя бы не первое, но хотя бы какое-нибудь из призовых мест. Продолжение следует...